Неожиданные подробности громкой истории с якобы попыткой поджога дома нардепа Вадима Рабиновича. Напомню, на днях скандальный политик заявил, что, мол, несколько недель назад неизвестные подожгли его дом. Журналистам удалось разыскать тех самых якобы нападавших и оказалось, никакого поджога не было. Кстати, это уже не первые выдумки политика, больше в нашем материале. Дым без огня. Настоящая детективная история с поджогом дома нардепа Вадима Рабиновича. О том, что неизвестные пытались сжечь его жилище, на днях рассказал на всех каналах. Правда, ни фотографий, ни видео мне показал. Да и в полиции о горящих депутатских домах не слышали. Историей занялся журналист Василий Кручак. Ему удалось разыскать тех самых якобы террористов, которых политик обвинил в поджоге. Вот они, двое студентов, по их словам. На самом деле, они пытались задать вопрос Рабиновичу после того самого телеэфира, где он и рассказал подробности поджога. Однако, вместо того, чтобы ответить, политик позвал полицию. Десять часов парней допрашивали в СБУ. Сейчас никаких претензий у правоохранителей к ним нет. А вот к скандальному депутату Рабиновичу вполне могут появиться. Ведь это уже далеко не первый раз, когда политик выдумывает историю нападения на себя или своих помощников. В 2006-м Рабинович заявил о жестоком покушении на своего ближайшего помощника, тогда журналиста Владимира Кацмана. По словам Рабиновича, неизвестные сбивали его черенком от лопаты и битами и хотели убить. Позже, казалось, никакого избиения не было, а Кацман появился перед камерами с небольшой повязкой на голове. Очередное покушение Рабинович выдумывал целые семь лет. В 2013-м он заявил о попытке взорвать его автомобиль. Якобы, когда садился в машину неподалеку от своего офиса в Киеве у метро Кловская, там взорвался динамит. Оказалось, это была петарда, никто не пострадал. Как и история с поджогом дома, это оказалось очередной выдумкой, которую в очередной раз пришлось расследовать правоохранителям, вместо того, чтобы заниматься раскрытием реальных преступлений.